Он ими написал. Совершенно верно, спасибо. Счет становится 4-2 в пользу знатоков. И мы сделаем перерыв, я думаю, сейчас на этом месте. Так, ну что, продолжим, господа? Давай, лучше я тут самую долгую. Болтой. Вопрос номер 10. Вопрос номер 10. Автор этого вопроса Виталий Карасик, инженер-электрик из Том Хилла. Увлечение его от тестирования крепких тонизирующих напитков и рок-музыка. Сейчас у нас будет... Рубайте. По одной из версий, британский премьер-министр получил это в подарок от некого китайского мандарина. Знак благодарности за спасение его сына британскими моряками во время первобрекрушения. По другой версии, этот подарок сделал индийский Раджа в благодарность за спасение, опять же, его сына, но нападение тигра. Догадайтесь, как звали этого премьер-министра и скажите, что лежит в черном ящике. Привет. Черчилль, конечно, чай и оружие, первая версия. Ты что-то подумал, что это когда-то играет. Хорошо. Да, хорошо, это китай-индия, да. То и другое. Если и минуту, то есть играет. Да, то есть каких еще премьер-министров мы вообще знаем? Присуем, премьер-министр. Чемпиор-лево. Хорошо. В том числе, если премьер-министр, то есть чай и оружие, то есть ничего другого не может. А у них вот приятность, ну, понятие. Ну, и Орл, да, Орл, да. Ну, это недерующий. Хорошо. Что-то, может быть, недерующий напит по концу. Проехали, что еще? Индия, Китай. Омин. Креп, что-нибудь. Трука, сега, трука, жемчужина. Молодцы, горячие с собой. Два спрашивания. Да. Дай. Дай. Это же чай. Да. Индия, Китай. Кто будет отвечать? Я сам отвечу. Мы считаем, что в черном ящике пакетик или упаковка чая «Дорогрей». Господин Иванов, по-моему, мы зря были добрыми. Во втором или в третьем вопросе. Счет становится 5-2 в пользу знатоков. И счет критический. Вопрос номер 13. 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 Субтитры делал DimaTorzok Не хочется мне, он слишком простой, вы на него ответите Будем считать, что у нас музыкальная пауза или условная музыкальная пауза Давайте следующий вопрос А я его потом прочитаю Придет время Во всем случае, автору этого вопроса мы дадим книгу в любом случае Чтобы ему не было обидно Но мы его сыграем, мы сыграем этот вопрос сегодня И дадим книгу Так, этот вопрос мы сыграем сейчас Автор его Эдуард Фурман, преподаватель математики из Йорк-юниверсити Он здесь Очень хорошо Андрей Пуанкаре Французский физик Я думаю, вопрос довольно лин и вам необязательно его писать Слушайте внимательно Французский физик и математик Был известен своей пунктуальностью, граничащей с манией Рассказывает, что однажды Пуанкаре обратился в полицию И заявил, что булочник, у которого он делает покупки Регулярно обманывает покупателей В качестве доказательства Пуанкаре предъявил полиции свои записи С примерно вот таким графиком Вы его видите сейчас на экране И вы его видите на бумажках, которые мы вам поставили Полиция сделала замечание пекарю Предложила ему немедленно прекратить обвес Год спустя Пуанкаре снова пришел в полицию И заявил, что пекарь по-прежнему не довешивает хлеб Пекарь был уверен, что предпринял необходимые меры от разоблачения Поэтому, когда ему сказали о словах Пуанкаре Он изумился Продолжение следует...